Разные вещества обладают разной теплопроводностью. Выясним, хорошей ли теплопроводностью обладают жидкости. Заполним пробирку водой и на дно ее положим кусочек льда. Чтобы лед не всплывал, прикрепим к нему какой-либо металлический предмет. Будем нагревать верхнюю ее часть в пламени спиртовки. Через некоторое время вода в верхней части пробирки закипит, а лед при этом не растает. Следовательно, вода, так же как и все жидкости, обладает плохой теплопроводностью. Выясним, какой теплопроводностью обладают газы. Возьмем сухую пробирку, в которой нет ничего, кроме воздуха, и расположим ее над пламенем спиртовки. Палец, помещенный в пробирку, не почувствует тепла. Следовательно, воздух и другие газы обладают плохой теплопроводностью. Наибольшей теплопроводностью обладают металлы, наименьшие, сильно разреженные газы. Молекулы газов находятся друг от друга на расстояниях больших, чем молекулы твердых тел, и значительно реже сталкиваются. Субтитры создавал DimaTorzok